Новоиспеченные супруги Буйвила познакомились в гостях у общих друзей. Молодые люди сразу приглянулись друг к другу. Предложение будущий жених делал осознанно, с кольцом и планами на будущее. Но свадьбу пришлось играть с оглядкой на пандемию. К белоснежному платью и фате добавился еще один аксессуар – кружевная маска. Наш новый месяц проходит на самоизоляции. Сидим дома, отдых. Сидим дома и занимаемся ремонтом нашей кухни мечты. Список приглашенных гостей свели к минимуму. Из 32-х вычеркнули 14. Всем раздали стилизованные маски. Наш дом обрабатывался, все протиралось антисептиками. Соблюдались меры предосторожности, проветривалось помещение, обрабатывались бутылки, напитки, соки. Обычно пятый месяц молодожены недолюбливают, не хотят всю жизнь маяться. Этой весной звуки марша Мендельсона стали звучать еще реже. Свадьбы онлайн – альтернатива привычным торжествам. Удаленный формат празднования – тренд во всем мире. Друзья, давайте встретим главную пару нашего вечера, которым ничего не помешало, пусть даже в таком скромном формате, провести свою свадьбу. Вахиты Лиля – наши молодожены! Тем временем Бобруйске рекомендовано отказаться от массовых мероприятий и отложить свадьбу. Ранее об этих ограничениях заявил Минздрав. То есть расписываться можно, но осторожно. Ограничения в том плане, чтобы перенести на более благоприятный период вот эти все мероприятия, вот эти все торжества. Либо те объекты, которые будут все-таки же осуществлять, чтобы было организовано проведение термометрии посещающих, проведение дополнительных дезинфекционных мероприятий. Пока в городе сочетаются узами брака лишь одна-две пары в неделю. Крикнуть «Горько!» и выпустить в небо голубей можно будет чуть позже. А лучше и вовсе проверить чувство времени. Как говорится, и в горе, и в радости. В Бобруйском ЗАГСе тишина. Жители города подошли к вопросам бракосочетания с ответственностью. Пышные свадьбы не проводят, гостей приглашают минимум. Некоторые перенесли дату торжества. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.